Итак, хотеть. Главная мысль системы звучит так. Работа как пространство для самореализации человека. И здесь я бы хотел немножко пояснить эту фразу, потому что, по большому счету, все то, о чем я буду говорить в дальнейшем, сводится вот к этой простой фразе. Это суть, смысл и сердце системы. Это главная мысль системы, это опорный фундамент системы. И что означает эта мысль? Работа. То есть это та наша деятельность, где мы зарабатываем деньги. Как пространство. Пространство подразумевается вмещающее в себя. То есть работа как пространство для самореализации человека. Что такое самореализация? Наверное, у нас с вами может быть разные понятия об этом слове. И давайте его уточним. В том смысле, в котором я написал это здесь, самореализация, подразумевает под собой мысль, что у человека есть предназначение и цель жизни. что это предназначение и его цель жизни, смысл жизни глубоко индивидуален. И что у каждого человека свое предназначение. И может быть своя цель жизни, может быть свой смысл жизни. И он может быть сильно различен. И самореализации, в это слово я прежде всего вкладываю то, что только сам человек может знать, понимать и осознавать то, насколько он двигается к своим собственным внутренним жизненным целям. Под слово самореализация я вкладываю в это два смысла. Первый. Только сам человек может действительно знать и понимать, что то, что происходит в его жизни, двигает его к его мечте, к его реализации. И второе. Реализация подразумевает движение. То есть это не просто знание о том, в чем смысл моей жизни. Это и движение по этому пути. То есть в слово самореализация я вкладываю понятие того, что человек идет к своим собственным внутренним целям, двигается. И где это происходит? Это происходит на работе. Почему? Потому что на работе созданы условия. То есть работа как пространство. В нем созданы условия для того, чтобы человек мог двигаться к своей самореализации. И вот о том, как превратить работу или бизнес, или организацию бизнеса вот в такое пространство, мы и будем говорить сегодня и разбирать вот эти инструменты.